здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим очень важную тему но что может быть важнее каких-то семейных отношений нашей обычной бытовой и в общем-то жизни как мы проживем от этого зависит будущее и наших детей и наших внуков но есть главное наверное слово который параллельно проходит через всю нашу жизнь это трудоустройство это работа это возможность понимать что ты можешь получить зарплату или у тебя есть какие-то социальные выплаты одним словом эта тема которая сегодня кстати поднимается на уровне самого президента который недавно нам рассказывала о цифрах связанных с безработицей что было до пандемии что было во время пандемии что было после пандемии и вот на многие из так называемых социально трудовых вопросов нам сегодня ответит человек который в этом разбирается в городском округе люберцы очень хорошо студии руководитель службы социально-трудовых отношений городского округа люберцы марина владимировна ефремова здравствуйте ну я ведь правильно говорю что действительно на уровне и президента и губернатора и в общем-то любого регионального руководства тема безработицы всегда стоит где-то вот в главном так сказать ну если можно сказать на столе всегда есть что у нас там с безработицей происходит это же показатель такой главное это вообще социально значимый такой вопрос все мы слышим прекрасно напряженность на рынке труда и но если заметить что в городском округе люберцы конечно нас тенденция выравнивается и безработица у нас снижается даже приведем пример на уровне если на начало 22 года численность безработных граждан который состоял на учете в центре занятия составляла 1090 человек на начало 23 года уже 703 человека вы даже на текущую дату 603 мы видим что уровень снижается да да с другой стороны понимаем с вами прекрасно такая цифра сейчас может даже кто-то улыбнется мы же имеют примерно предполагаем сколько граждан именно которые имеют непосредственно отношения городском округу люберцы не становятся ночью такие что же есть я понимаю что они не попадают государственную статистику ведь наша задача их привлечь чтобы они пришли и заявили о том что мы тоже хотим работать нет но это желание каждого гражданина то есть любой но и единственное что кто может получить статус безработным и получать пособие от государства то есть выплату по безработице единственное условие иметь постоянную регистрацию по месту жительства то есть даже ради этого человек который ну совсем плохо и мы будем сегодня об этом говорить еще естественно он хотя бы на какое-то время о чем и нам тоже расскажите получит возможность но что за это не умереть голоду это тоже немаловажная история по-разному складываются судьбы человеческие но прежде чем мы пойдем дальше это главная тема нашего сегодня разговора ну и кстати трудоустройство молодежи тоже любимая тема сегодня вот служба социально-трудовых отношений вообще чем занимается служба потому что действительно многие думают что это только безработными занимаются но тоже не так нет у нас очень много вопросов связаны как раз трудовым законодательством это не выплата заработной платы а это у вас тоже на это все у нас охрана труда на предприятиях то есть расследование несчастных случаев неформальная занятость то серые схемы заработных плат вот это конвертики знали до низкий уровень заработной платы также мы курируем то есть если меньше минимального размера оплаты труда работодатель выплачивать незаконно у нас созданы комиссии координационные советы и все вопросы когда кого-то незаконно уволили сократили не выплатили заработную плату все это на нашей службе вы для бизнесменов и для руководителей страшные люди то есть они наверно сидят и трясутся это комиссии то есть это проверки какие-то приходят или это по обращению граждан происходит не платят ниже положенного уровня за например у нас есть обращаются даже люди которым не выплатили заработную плату мы совместно с госинспекции с прокуратуры со следственным комитетом и мы как администрация инициируем то же как гражданские а и когда совещание координационный совет у нас есть между ведомственной комиссии по вопросам задолженности по заработной плате и мы собираемся коллегиальные уже принимается решение вызываем того работодателя которые не выполняет ну за давай законодатель тогда платит либо ниже ниже минимального размера оплаты труда либо не выплачивать заработную плату и или нарушил какое-то то есть это как комиссию когда предупреждают межведомственной комиссии А если он не выполняет, то тогда в суд? Или как? На этого есть и правоохранительные органы, и следственные комитеты, и прокуратура. Да, то есть если мы все вместе. Но, конечно, у гражданина, если мы не выплатили заработную плату, есть, конечно, последняя инстанция – это обратиться в суд. Мы как досудебные. Я понимаю. Ну, то, чтобы в хорошем смысле слова, говоря, разрулить ситуацию до... И мы же с вами помним, да, эти веселые, ну, конец Советского Союза, 90-е годы. И довольно долго получали люди, ну, на, значит, 2 рубля у него стояло, условных, в бумаге, а получало на руки, там, 2000 долларов, да, и никто, естественно, не знал. Все как бы все понимали, что вот сегодня существуют такие схемы, когда вы видите, что это странная зарплата, при этом никто не жалуется из этой компании, а это значит, что, скорее всего, работает серая схема. Да, ну, как раз хотелось бы обратиться даже к этим гражданам. Так. Потому что они сейчас, их на данный момент устраивают, такие выплаты в конвертах. А когда наступает момент, даже период безработицы, опять вернемся, и чтобы встать на учет центра занятости, он уже не может претендовать на максимальный, например, размер пособий. Если у него заработная плата была там маленькая. Допустим, у него была заработная плата 5000 рублей. Так. Остальное он получал в конвертах. Ага. Не важно, сколько даже. Да, не важно, сколько. Официально подтвержденный доход через пенсионный фонд 5000 рублей. Он отработал в течение года, как положено, 26 рабочих недель, и он может претендовать на максимальный размер пособия. Это у нас 12 792 рубля, 3 месяца и 3 месяца 5000. Это максимально. Но этот гражданин хоть отработал 26 недель, он все равно максимальный размер пособия не получит. Потому что у нас рассчитывается как 3 месяца, это 75% от среднего заработка, но не выше вот этого максимального 12 795. И 3 месяца 60% от среднего заработка, но не выше 5000 рублей. То есть, естественно, даже если он работал, он 12 тысяч свои не получит. Да, и он не сможет притискать, так я же там, ну а что же. И когда к нам даже обращаются, сократили, уволили, кстати, и не выплатили заработную плату, а трудового договора на руках нет, подтвердить фактор доустройства бывает очень сложно. Ну, обязательно, а безработица мы отдельно целую вот вторую часть с вами уделим. Это такой главный вопрос. Но сейчас еще немножечко такие важные темы. Просто мы же многие через них проходили не по своей воле. Время было такое. Ведь тут еще важный момент, что люди должны понимать, с каждым человеком может что-то случиться. Да, ну понятно, что пенсия некоторые, в 30 лет кажется, что и не доживешь до пенсии, потом очень хочется дожить. А потом вдруг наступает пенсия, человек приходит к вам, и ему назначают, знаете, как самая плохая уборщица, которая там раз в неделю работает, он спрашивает, что ж такое, я ж так работал. То есть правильно я понимаю, что везде сегодня, где человек должен устраиваться, должен обязательно, ну, требовать такое слово, получить договор. Тот или иной, их много разных, да. Сейчас боятся, кстати, заключать договор. Лучше трудовой, чем гражданско-правовой. Да, трудовой договор. А чем они отличаются, трудовой договор? Ну, гражданско-правовой – это на определенный вид работы, например. Даже многие сейчас заключают гражданско-правовой договор, и тем самым не отчисляют там пенсионное отчисление, то есть на какой-то определенный вид услуг. Вот выполнили услугу, гражданско-правовой договор есть, там прописана оплата, ну, за выполнение той или иной. Всем деньги получил, и ничего, никаких процентов в пенсию не уходит. А трудовой договор – это все? А трудовой договор – это трудовая книжка, стаж идет. Ну, вот тут еще такой момент. Я знаю, что сейчас трудовой договор – тоже тема, нельзя на ней не потоптаться, потому что был такой период, когда, ну, человек хорошо работает, тем более, если бюджетная организация, то с ним заключали договор, ну, на более-менее продолжительный срок. Там по-разному бывает. Сейчас очень часто, особенно если человек даже, работая на полную ставку где-то, вот с ним на год заключают договор, а потом, ну, что-то типа конкурса, ну, как в ВУЗе, например. То есть я так понимаю, что на сегодняшний день, согласно законодательству, это нормально. Но с точки зрения человека, который работает, он все время в подвешенном состоянии. Он год паашет, потом думает, а вдруг они со мной не продлят договор? То есть сегодня правда не очень хотят заключать длительные договоры? Ну, даже что далеко ходить, с директорами центров занятости тоже была практика, заключали на год трудовой договор, а дальше продлевали, либо нет. А почему так происходит? Как вы думаете? Или это не входит в компетенцию? Мы это глубоко... Ну, понятно, что просто дело в том, ну, как нам говорят, когда заключается договор на более длительный срок, то есть ты рассчитываешь, например, там могут быть какие-то дополнительные еще услуги по медицине, по каким-то выплатам, ну, вот эти всякие там 13-15 зарплаты и так далее. В итоге года, да, работа. То есть, обратите внимание, служба социально-трудовых отношений, мы выяснили сегодня, благодаря Марине Владимировне, что это, в общем-то, вы на защите наших интересов стоите. Я сейчас говорю о тех, кто работает. Почему? Потому что, вот я точно помню, я как раз в самый яркий период, когда, помните, что в долларах действительно платили, в валюте даже, ну, евро, по-моему, еще даже не было, вот, и это же все фактически у нас теперь в пустой такой сегмент, потому что, когда время придет и будут считать стаж, получается, что мы там получали вот это... Да, иногда очень трудно даже ее доказать, там пяти дней не хватает до пенсии, и человек уже не может доказать, то есть пенсионного стажа. Хорошо, а что тогда должен сделать человек сегодня, ну, у которого до пенсии далеко, он может как-то, подняв свои договоры, с вашей помощью, ну, наладить свою документацию, то есть, чтобы у него вот все было, проверить свой стаж, или это не делается сейчас? Нет, можно вообще сейчас в электронном виде все. Сейчас же электронные трудовые книжки, как мы знаем, и весь, можно сделать даже запрос через госуслуги, человек сам увидит всю свою практически трудовую книжку, где он работает. Все ли у него там записано, нигде ли у него ничего не ожидает. А трудовые книжки на сегодняшний день, они для вас являются каким-то основанием, документом, или все-таки к ним должен еще трудовой договор быть приложен? Ну, трудовой договор все равно должен быть. Нет, но если есть отчисление в пенсионный фонд, куда можно запросить... Уже автоматически, да. То будет видно, что за этого работника перечислялись страховые взносы или нет. Еще такой вопрос. Помимо, вот в второй части мы будем говорить, скажем так, о людях, которые столкнулись с проблемами, ну, потому что им просто нужно на что-то жить, в чем вы тоже помогаете. А сейчас о тех, кто работает. Они, те люди, которые сталкиваются, например, с какими-то неправомерными действиями со стороны, ну, директората своего, вот его брали на одну зарплату, у него по договору столько-то, а вдруг они выплачивают, ему мало. Ему говорят, не хочешь уходить. Ну, начинаются вот эти, знаете, как разговоры. Он, правда, может к вам как-то обратиться? Да, к нам может обратиться. А как сделать так, чтобы вдруг еще его уж будут пугать? Только попробуй обратить, я тебе вообще там в порошок, сатур. Ну, мы можем просто... Мы считаем, что это принуждение к увольнению. Человек не вправе заставить написать заявление. Если он написал заявление на увольнение или что-то, ну, уже тоже будет трудно доказать тот факт, потому что никто его не заставлял, если будет стоять подпись. Поэтому я всегда говорю, можете приходить к нам на консультацию. Можем мы не оглашать фамилию, не озвучивать, а именно провести работу конкретно с этим работодателем. То есть вы помогаете людям, которые сегодня работают, которые не нуждаются в вашей помощи, ну, в плане безработицы, а именно которые работают, чтобы они к концу своей трудовой деятельности имели нормальные документы и получили все те привилегии, которые дает им пенсионный возраст. Да, даже мы еще можем подтвердить то, что если есть трудовой договор, это еще не подтверждает факт перечисления за них налогов. А, только компания. Да, иногда, да, выдают договор, но, естественно, это вина работодателя. Он вроде как заключил договор, да, а в пенсионный фонд, да, иногда бывают такие случаи, что он не перечисляет. Тогда вы можете, опять же, в кавычках, нагнуть компанию, которая забыла перечислить за меня налоги? Ну, мы тогда взаимодействуем с другими структурными органами. А если компании уже нет? Бывают такие случаи. Тогда все? Тогда извините. Бывает все, что организация уходит в банкротство, потом ликвидируется, и банкротная организация, которая вообще годами не выплачивает заработную плату, так долги эти висят, и очень сложно погасить эту задолженность по заработной плате, потому что мы знаем, что уставной капитал, как все привыкли делать, 10 тысяч рублей, что не возместит затраты на погашение задолженности по заработной плате, да, имущества никакого нет, которое можно надать на реализацию, чтобы выплатить долги, и в итоге люди некоторые остаются, бывает, такие случаи без заработной платы, и возместить это очень сложно. Вы могли подумать о создании какого-то фонда, но сейчас, как мы понимаем, не до этого. Сделаем небольшую паузу, вот во второй части уже безработица, работа детей, людей, может быть, с какими-то там сложностями жизненными. У нас в студии Марина Владимировна Ефремова, руководитель службы социально-трудовых отношений городского круга Люберца. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях руководитель службы социально-трудовых отношений городского круга Люберца Марина Владимировна Ефремова, и она нам сама призналась, что эта тема для нее очень важна, она именно этим занимается прежде всего, тема безработицы. Вот, уже цифры вы называли, но сейчас давайте так, схема вообще, как работает, берем, как это положено по закону. Берем человека, который, например, не является там сложным пока, просто вот он потерял работу. Либо предприятие обанкротилось, либо оно закрылось, либо с ним разорвали контракт, и он не может нигде найти работу. Как это все работает сегодня в вашей службе? Человек в первую очередь подает через госуслуги на портале единая такая цифровая платформа сейчас разработана, работа в России. Подает в электронном виде заявление о постановке он учет в качестве безработного. В течение 11 дней Центр занятости рассматривает это заявление, если не находит ему подходящую работу, он признается безработным. Вот, как я говорила, если он 26 недель отработал, у него максимальное пособие, если долгое время гражданин не работал, ему присуждается минимальный размер пособия, это полторы тысячи рублей всего лишь 3 месяца. Каждый месяц платится? Ну, 3 месяца по полторы тысячи. Это минимальный размер пособия. Максимальный 3 месяца 12,792 и 3 месяца еще 5 тысяч. То есть максимальный размер пособия выплачивается 6 месяцев. За эти 6 месяцев как бы человеку мы ищем работу? Мы ищем, мы стараемся, но вот, к сожалению, некоторые граждане не хотят работать. Я сейчас, как говорила... Все они хотят получать пособие. Да, но даже период выплат, когда заканчивается, они все равно... Ну, те, кто остался, некоторые сами снимаются, некоторые сами трудоустраиваются, некоторые остаются, но те, которые хотят найти все-таки работу. Но сейчас у нас вакансий больше, чем безработных. У нас 1017 вакансий, из них 603 только по рабочим профессиям. Это которые на портале «Работа в России». Но мы, как служба, мы проводим еще аналитику, делаем мониторинг кадровой потребности у работодателей, и напрямую. И то есть потребность у работодателей больше даже, чем этих вакансий, которые размещены на сайте. И мы пытаемся сейчас, как администрация, как связующее звено, скоординировать работодателя, центр занятости, и мы, как гаранты, чтобы подписать там соглашение, чтобы именно готовить безработных граждан, есть программа переобучения, которая будет готовить центр занятости именно под конкретного работодателя. Потому что швей сейчас у нас не хватает, а их требуется. И нам надо, например, обучить из числа безработных, состоящих на учете в центре занятости, например, швей. А вот, чтобы не уходить, потому что вы очень хорошо рассказываете, но тут важно в детали. Это если я хочу, ну не я, нельзя на себе показывать, что человек хочет быть швеей, или, не знаю, как в мужском варианте сейчас это звучит, значит, тогда он где-то даже радуется, что его обучают, и он начинает работать. А если человек не хочет, вы его что-то заставлять будете? Нет, мы не заставляем. То есть делается объявление, что проходит набор. А никто не приходит из них? Ну никто не приходит, они продолжают стоять на учете в центре занятости. Мы не можем повлиять и заставить их работать. Ой, заставить их работать и переобучиться. Хорошо, давайте так задам вопрос. Ну мы же прекрасно понимаем, что среди этого контингента людей, которые безработные, он, наверное, тоже подразделяется на определенные там группы людей. Те люди, которые случайно, наверное, они быстро находят какую-то работу с вашей помощью, да, или временно сидят на пособии, которые вы им помогаете оформить, и потом все-таки они занимаются делом. Ну хоть каким-то и работают. Или даже неплохо устраиваются. Есть люди, которые, не знаю, думают, что они рождены для какой-то суперработы, и они тоже ее ждут. Я уже не знаю, как. Это я так фантазирую. А третий типаж, это же, наверное, те, кто пытаются не работать вообще, максимально пытаются. То есть они-то вам мешают работать, наверное, в какой-то степени. Да, есть некоторые, которые стоят несколько лет на учете в центре занятости. И с ними ничего по законодательству нельзя делать? И с ними можно снять, только если они с длительной неявкой на перерегистрацию не приходят. А они приходят? А они приходят. Им дают направление на работу, они приходят, отмечаются, но никуда не трудоустраиваются. А выплату они уже не получают, например, им государство уже ничего не платит, но они просто стоят на учете в центре занятости. А зачем они тогда стоят? Конечно, они пользуются некоторыми льготами, например, то, что они малообеспечены. Они могут взять справку из центра занятости о том, что у них нет дохода, они не получают доход. Это уже в другие структуры. Они будут обращаться. Но при этом тогда они могут... В теневой рынок. Они могут где-то неофициально работать, при этом стоять на учете в центре занятости и получать справку о том, что у них нет дохода. Какие трецы какие, понятно. Ну хорошо, вернемся к первой группе людей. По вашему опыту, довольно быстро можно найти работу человеку, который хочет работать? Да, быстро. Даже сейчас за три месяца трудоустроилось 406 человек. Ух ты! А как вот вы... Тут же у нас человек приходит, какой-то должен быть разговор, подходит ли он этому руководству. Вот сейчас очень плохо то, что нет прямого контакта с центром занятости. Поэтому некоторые безработные приходят к нам в службу, и мы их консультируем. Если раньше можно было на прием, приходили очно. Сейчас же все сделали онлайн в формате. И поэтому приходят направления, берут в МФЦ, приходят, отмечаются. И то есть человека как бы невидно, и с ним нельзя пообщаться. И вот надо в этот момент точечно подходить, смотреть уже на этого безработного, какой у него уровень образования. Бывает так, что долгое время он не работал и встал на учет. Но у него образование юрист, бухгалтер, но он долгое время не работал, и по закону для него любая работа является подходящей. Ему могут дать просто, не думая о направлении, дворникам, подсобным рабочим. Естественно, с высшим образованием человек не пойдет, не согласится на эту должность. Либо просто работодатель ему напишет отказ, что он не подходит. Не подходит, не умеет. Поэтому надо смотреть и каждому подходить индивидуально. Все эти резюме и уже цель направлена трудоустраивать. То есть есть, что тут еще исправлять в этой работе. Но давайте поговорим еще о другой категории населения, молодежь, потому что вы все-таки служба социально-трудовых отношений. Я даже не знаю, со скольки сегодня ребенок может уже вступать в трудовые отношения с государством или там с бизнесменами. Молодежь, подразумевается. Есть несовершеннолетние граждане и есть молодежь до 30 лет. Да, те, которые до несовершеннолетнего. Несовершеннолетние. Это от 14 до 18 лет. То есть могут работать. Да, могут работать. И на каких основаниях они ставятся на учетку? Они также встают на учет Центра занятости. Единственное усмотрение, чтобы работодатель желательно, чтобы тоже заявился на этом портале и поставил галочку, что он готов взять к себе несовершеннолетнего ребенка. Между Центром занятости работодателем заключается соглашение. И ребёнку даётся направление из центра занятости именно к этому работодателю. У него какой-то другой график? Другой график, да, он не может... Ну, у каждого по возрастам разные часы работы, кто-то не больше пяти. И получается, рискуют работодатели брать вот таких детей? Нет, мы, причём как со стороны городского округа Люберцев, мы даже выделяем финансирование на это. В этом году выделено... Заинтересовываете. Да, 2 миллиона 511 тысяч мы выделили на... И летом, в летний период, организовываем на базе школ летние трудовые бригады. И в этом году планируется 406 детей в эти летние трудовые бригады трудоустроить. Ну, шикарно. И плюс ещё, ну, как бы компенсацию, ещё доплачивает центр занятости 2 250, помимо той заработной платы, которую он будет получать. То есть вы ещё как бы поощряете детей за то, что они уже... Да, и через центр занятости 2 250 сейчас идёт доплата именно к заработной плате, которую платит работодатель. А давно вообще этот механизм работает? Вообще охотно дети идут? Потому что у них же родители есть. Нет, дети идут очень охотно. К сожалению, работодатели не всегда готовы взять ответственность. Потому что такая категория граждан есть тоже, как осуждённые. На тех предприятиях, где работают осуждённые, туда нельзя трудоустраивать несовершеннолетних. То есть либо ты должен его уволить, тогда можешь взять. Ага. И ещё, конечно, нельзя, наверное, брать на предприятия, где небезопасно. Небезопасно, вредные условия, трудоопасные по специальной оценке условий труда. Хорошо. А с 18 до 30? А с 18, да. Молодёжь такая категория граждан, как до 30 лет. Причём эту категорию граждан, если сейчас работодатель трудоустраивает, ему ещё государство выделяет субсидию на трудоустройство каждого такого молодого специалиста. Ага. И выделяет субсидию, платит 3 месяца в размере трёх мрот. То есть у нас сейчас 16,242. Умножаем ещё на социальные вот эти коэффициенты. Коэффициенты. Вот три раза хоть какая-то компенсация будет. Это вот как раз молодые специалисты, которые только окончили, например, средний профессиональный, высшее образование, ещё нет опыта работы. Почему бы не взять к себе молодых кадров? Ну, понятно. Хорошо. Ещё такой вариант. Вечная проблема. Проясните, может быть, сейчас что-то изменилось. Это когда люди выходят на пенсию и одновременно либо работают, либо хотят работать, но они знают, где найти работу, или не идут к вам, потому что боятся, что что-то там им не будут доплачивать, потому что они на работе. Тут вот непонятно на сегодняшний день. У меня, к сожалению, пенсионеров уже нельзя поставить в Центр занятости на учёт и получать пособие. Уже нельзя. То есть они по-другому уже... Предпенсионеры могут. А, предпенсионеры. Это 5 лет до наступления пенсионного возраста. Они встают на учёт в Центр занятости, и у них как раз период пособия вообще увеличивается до года. Максимальный размер, потому что они предпенсионеры. Такая категория риска, да, тяжело уже найти работу, но всё равно продолжаем с ними работать. И, кстати, их переобучать. Есть такая программа, национальный проект «Демография», но она отдельная такая, большая, где тоже могут пройти переобучение как лица 50 лет и старше предпенсионера, мамы, которые находятся в отпуске по уходам за детьми до 3 лет, мамы, которые находятся в трудовых отношениях, имеющие детей от 0 до 7 лет, которые не находятся в трудовых отношениях. То есть такая программа «Демография», на неё может подать любой желающий, кто подходит под эту категорию. Это не только молодёжь, и молодёжь до 35 лет. А пенсионеру уже, если он хочет работать, то он сам как-то идёт куда-то и ищет? Нет, он может обратиться в Центр занятости в поиске подходящей работы, но только статус безработного он уже не получит, и выплаты никакие. А работу ему будут стараться подыскать, проводить. Ну, давайте в финале ещё программы поговорим, а что за работа? Потому что те люди, которые не сталкивались с этой проблемой, у них почему-то такой стереотип, что это дворники какие-то, чернорабочие, но в лучшем случае какой-то такой низкоквалифицированный труд. Кто является работодателем вашей службы? Может ли человек с высшим образованием устроиться куда-нибудь более-менее хорошее место? Да, могут. У нас требуется инженерных специальностей очень много, и сейчас на рынке труда очень у вас требованы инженеры, юристы. Есть даже в базе данных, если открыть, мы видим юристов. Даже директора требуются на фирму. Замов директоров. То есть можно даже устроить себе карьеру? Да, медицинский персонал, как врачи. Врачей очень много сейчас у нас потребность в медицинских работниках, как высшего звена, так и среднего. То есть много специальностей, нормально можно... Да, даже просто если мужчина захочет водителем автобуса, да, у нас больше 100 вакансий открыт. На почту, витальон, 100 вакансий. То есть если я сейчас пойду, я ещё не предпенсионер даже. Да. А если я предпенсионер, я тоже могу ещё пойти? Тоже можете пойти. Если я по здоровью пройду, да? Да. Ну, как интересно. Коллеги, обратите внимание, что служба... Вообще спасибо, что вы пришли. Да, можно к нам всегда обращаться, даже если... Как? Через госуслуг? Где вас находите? Нет, у нас можно в администрации 316 кабинет, 3 этаж. Всегда, в любое время можно прийти к нам на приём, готовы проконсультировать, оказать содействие. Также можно по телефону. Могу оставить? Да, конечно. 503-40-55. То есть в любой момент можно позвонить, по телефону проконсультироваться, прийти на личную явку. Руководитель службы социально-трудовых отношений администрации городского круга Люберцы Марина Владимировна Ефремова очень нам конкретно всё рассказала, за что вам спасибо. Мы хотим работать и дальше, чтобы всё было хорошо, а чтобы вас тоже вы смогли всех устроить, и даже тех, кто не хотят работать, чтобы они наконец рано или поздно нашли себе правильную работу. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пельменко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова